Братья и сестры, в начале служения мы прочитаем Иоанн Леотеана, 11 глава 25-26 стихи. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек, веришь ли сему?» Это сказал наш Господь Иисус Христос. Поистине прекрасные слова. Вы знаете, больше в жизни никто не мог сказать, ни Магомед, ни Конфуций, никто из высоких лидеров, за которыми шли люди, не мог сказать такие слова. Эти слова принадлежат только Господу Иисусу Христу. «Я есть воскресение и жизнь». До чуда, которое Он совершил, придя в семью Марфы, Марии, умер Лазарь. Это их брат. И это один из лучших друзей Иисуса. Семья, с которой Он тесно был в общении. Семья, с которой Он дружил, поддерживал связь. Они переживали за Него, поддерживали Его. И случилось, что Иисус был на другой стороне Иордана. И вот заболел Лазарь и умер. И послали посланца сказать Иисусу, что Лазарь умирает. Но на тот период времени, пока этот человек дошел через Иордан, нужно было найти, где он находится. Это потрачено время, скорее всего, это за сутки он успел сказать. За это время, скорее всего, Лазарь умер. И там два дня еще Иисус замедлил, услышав эту новость. Ученики, которые понимали, что, может быть, вот эти два дня, когда Иисус ожидает, когда Он, может быть, у Него какая-то борьба была, Он думает идти или не идти. И ученики так действительно думали, потому что там, в Иерусалиме, было много противников, которые уже не один раз пытались схватить Иисуса, чтобы убить Его. И Фома в этой главе говорит, когда Иисус принял решение идти, и Он говорит, что пойдем, и мы с Ним умрем. И Он думал, что, ну все, если Он туда пойдет, то это уже верная погибель. И вот Иисус идет туда еще одни сутки, чтобы прийти, вернуться на то место. И когда Он встречает Марфу и Марию, вот, и каждая задает один и тот же вопрос. Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой. И вторая говорит, Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой. Это напоминает историю, когда вот Иаир пришел к Иисусу, и у него была при смерти дочь, и вот он просил Иисуса, чтобы Иисус пришел и исцелил дочь его. И вот когда Иисус уже идет, уже все они вот направляются, и Аир вокруг него вот слуги, и кто-то приходит из дома и говорит, Учитель, не утруждай от Иисуса, потому что дочь твоя умерла. Уже все, уже поздно, уже нету смысла. А что Иисус сказал? Не бойся, только веруй. В этом случае, когда пришел Иисус, эти сестры говорят, Господи, если бы Ты был здесь, то не умер бы брат мой. То есть они тоже ожидали, что если бы Иисус вовремя успел, вот, до смерти, то он бы смог бы исцелить. А сейчас все, Лазарь умер, уже поздно. Но Иисус Христос, я думаю, не случайно задержался там два дня. А когда пришел, они говорят, уже четыре дня как смердит. Уже во гробе, уже все запечатали, камень лежит. Нету смысла, Господи, поздно пришел. Вы знаете, Иисус пришел, И он сказал, что эта болезнь не к смерти. Уснул Лазарь, не умер, уснул. Это временное состояние Лазаря было. И он говорит, это болезнь для славы Божьей. Для того, чтобы прославить Господа. И он говорит, Лазарь, выйди вон. Отвалили камень, и Лазарь выходит в этих пеленах, обмотанный. Тогда не было бальзмирования, как в Египте. Просто ароматные масла были пеленами, обматывали. Ввиду того, что высокая температура в Израиле, тело могло быстро разлагаться. Четыре дня. Почему Иисус медлил? Первое, это то, чтобы никто не сказал Иисусу, что, ну, просто без сознания был человек, и ты просто там что-то сделал, какие-то лекарства какие-то, что-то сказал там, и он очнулся. Второе, это для того, чтобы утвердить веру учеников, чтобы утвердить веру Марфы и Марии. И третье, прославилось имя Бога. Скорее всего, что семья была известная на тот период времени, потому что пришли с Иерусалима люди, чтобы попрощаться с Лазарем, чтобы утешить сестер. Было много людей. И вся эта толпа, все это множество людей наблюдало за тем происходящим, которое совершил Иисус Христос. Я есть воскресение и жизнь. «Если кто верит в Меня, не умрет вовек». Знаете, чудесные слова. Иисус продемонстрировал, что Он Бог живых и Бог мертвых, что Он является Богом Вселенной, Богом вечности, Богом земных всех событий, Богом каждого человека. Вопрос только, веруешь ли ты в это? Веруешь ли Он, что Иисус Христос является твоим Богом? Веруешь ли в то, что Иисус может тебя воскресить для жизни вечной? Веруешь ли в то, что Бог переживает за твою жизнь, за твою душу? Лазарь был временное состояние в этом вроби. Возможно, временном состоянии неведения, мертвое пребывание в мертвом состоянии. Но Иисус Христос хочет исцелить твою душу, воскресить ее, оживить к жизни вечной. И Он станет твоим Богом. Обратись к Нему, поверь, прими в свое сердце Господа своим спасителем. Слава Господу, что наш Бог есть вечный, живой и чудесный Бог, который переживает за каждого человека. И эти слова звучат сегодня в напоминании каждому из нас. Я есть воскресение и жизнь. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Слава Господу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...